Осталось 10 секунд Полуфинал Ханкис Фромзавод против команды Эффект Комментирую для вас Люмисит и Автодистракшн Да-да-да, добрый вечер Были небольшие задержки Но это благо связано Не с нашей некомпетентностью Какой-то, да? Просто случились неполадки с сайтом Насколько я понимаю, да? Да, да, почему-то Было создано лобби Best of 1 На предыдущее противостояние Ну вот именно на это противостояние вместо Best of 3 И поэтому пришлось ручную все это дело пересоздавать Поэтому мы все-таки вот сейчас залетели в лобби И можем Прям-таки отсюда Прямиком с места событий для вас данный матч освещать Соответственно Что ж, у нас тут пики и баны Пришлось на стрим поставить задержку, да, друзья? Он врубался на 2 минуты именно из-за этого Ну а пики и баны Прям сейчас на ваших экранах Шедо-шаман, гирокоптер Кунка Для Ханка с Фромзавод И эффекты берут в себя Сон Кинг, Габриумастера, Дизраптора и Лайфстилера Интересно И вот опять же омник возникает у работяг Я так понимаю, что именно Хакон превратился в киёш или вроде того Какой именно он, слава, занял, я не знаю Но по крайней мере Да, билета-то нету теперь Ой-ой-ой-ой-ой-ой Это неприятно То есть кто, ну вот я вижу, мэриач Он вполне себе узнаваем Но как только разберут героев Может будет и остальных тоже додумать Кстати, очень красочный флаг У Ханки с Фромзавод Да, здесь и на рампотяга с завода Я не знаю, капитан команды Хотя, наверное, нет все-таки Вот, я так понимаю Victim of the Schedule Это и есть Хакон Так как он пикает Ош это аш-аш-аш Ну и Перпл, Киёш Это остаются два игрока Никнеймы которых я полностью не помню Один из них Кант Это саппорт пятой позиции А вот саппорт четвертой позиции Я этот ник немного запамятовал, честно говоря Вот, ну и эффектов все еще сложнее Мы понимаем, что Кингер это Кингер Мейден это Мейден Ну а дальше есть Хейт Эверсинг Шэдоу Шаман Шэдоу Шаман, кстати, любопытно Да, вот Шэдоу Шаман все-таки За команду Ханки с Фромзавод Но он есть и у эффектов Так что сложно будет разбираться Знаешь, так посередине матча Сказать Шэдоу Шаман А может быть все просто батит Посмотри Работяги даже не попытались Как-то слухались и третить А просто взяли Шамана себе Ну потому что эффектов Слишком яркий никнейм Видимо человек Просто если открыть страницу У него там пять, наверное, страниц с Шаманом Может быть Это опасные люди Очень опасные люди вообще Линия на самом деле Катастрофически неприятная Для любого флейнера Пожалуй, единственная Кто мог бы там постоять Более-менее адекватно Это как раз таки Омник Которого Ханки с Фромзавод Себе забрали Вот, да, за счет репела А в целом Там под удар попадет Либо Сенткин Либо Бримастер Скорее всего Бримастер Я уже давненько не видела Бримастер на коре Или на четверке Вот, поэтому Это тот самый брюк Которого будут бёрси Которого не будут Пытаться мучить, знаешь Вот тычками Которых будут Это и Сетка Торрент Рокет Брэйш И так далее Ракета В общем Ему там жизни не дадут И в лесу Скорее всего тоже Да Это действительно так Нужно будет что-то Придумывать эффектом Сейчас явно для того Чтобы данную слабость Минимализировать Ну и сейчас ждем Пятого пика Пока что от Ханки с Фромзавод И остается Пятый пик для эффектов У них будет ласт пик Так что они смогут Присмотреться к пику оппонентов Взять наилучшего персонажа Уже Планируя свою игру Ну я думаю Что сейчас Вот эти вот полторы минуты Дополнительного времени Они просто будут думать Какого же героя Здесь будет лучше всего взять Ну а Или же придумают Там где-нибудь секунд за 30 А дальше будут просто-напросто Уже Какой-то план Обдумывать Каким же образом Они собираются На данной карте выигрывать Соответственно Это вторая карта Друзья Да все-таки Стоит напомнить Первую уже Эффект выиграли Да это вторая карта И на данный момент Эффект опять Начинает наблюдать То что Да Допустим Против Брюмастера Роботеки Набрали себе Кучу неприятных героев Но в целом Вот общего плана Если файт будем рассматривать Допустим В драку Может доставить Лайфстилер Брюмастер Или же Сенткинг Да с блинков И лайфстилеру Никто С персонажей выше Ничего не делает Под рейджем То есть Это опять же Очень хороший драк Пока что Эффекты очень радуют Выбор героев Но посмотрим Что они возьмут на ластпик Опять же У них есть Возможность Ластпикнуть мидера Они видят вражеского мидера Это ОД Взято Как еще Дополнительно Под сейв Плюс Нету особо Одаренных интеллектом Героев Эффект За исключением Дизраптора Да Ну вот Не очень Не очень хорошо Он смотрится Правда Против лайфстилера Ну опять же Да То есть лайфстилера Есть шанс Можно взять Будет опять же В перспективе После Дизолятора И армлета Тот же самый Нулифайр Да И давать шанса ОД что-либо сделать Как-либо уйти Как-либо уползти И в то же время Его заселивать Может только Омник И вопрос Могут ли эффекты Точно так же Поработать красиво С Омником Как они Делали это в первой игре Когда Омник Всегда Плавал в лассо Все драки Вот кому Теперь Омни на это Беспокоить Возможно Сэнкингу Возможно Дизраптор Будет его постоянно Контролить Мы увидим Дальше секунд На выбор Героя У эффектов Долго думают Задумались О, да Сильный персонаж Соглашусь Там Ну не каждый Выставит Да, ну Скорее всего Не думают Действительно Уже просто Придумывают Каким образом Будут играть Исполнять Своего пятого персонажа Пикнут его Под последние секунды Действительно Это все Дополнительное время В которое Ты можешь Продумать Свою стратегию На все 100% И забирают Луну Опа Это что такое Получается Это получается Я так понимаю Ластирно Мид Или Или это Луна На мид Против ОД Странно Странно Интересно Да, кстати Как мы видим Все-таки Ашашаш Садится на Аутер Девавера Киоши Это Хакон Садится Но мне на это Соответственно И Дальше Мариачи Будут фармить На Герокоптере Ну, чисто Теоретически Это Может быть Решением Проблему Непосредственно Для Брюмастера То есть Возможно Эффекты Сейчас пойдут Агрессивной Триплой Брюмастера Вообще Отправить Либо в 1х1 Да, с Омни Найтом Либо в мид Посмотрим Потому что Других вариантов Я не вижу Это не должна быть Трипллиния В Изе Да Интересно Пик смотрится С Луной Будет сильная Трипла С Ластилером Чуть менее Зато Ластилер Хорошо стоит Типа того же Омни Найта Но насколько Хорошо он стоит Против ОД Трудно предположить Ну что ж Пока что Готовится уже Игра к своему Старту Очень скоро Мы перенесемся На карту И будем смотреть Уже там Слушай, а ты не Разобралась По никам Остальным Команды Эффект Как бы просто Не ошибиться Опять же Кто на ком играет Есть у тебя Какие-то предположения Если хочешь Я могу Взять и разобраться Просто взять И сделать Да Вот это было Очень хорошо Хорошо Тогда Мы можем Открыть Википедию Посмотреть На успехи Команды Эффект Они на самом деле Сейчас в очень хорошей форме На мой взгляд И Они постоянно Пересекаются Кстати Эти команды Между друг другом Да Непосредственно Работяги Да И Эффекты Борются между собой Поэтому Их Составы Не так трудно Прочекать Просмотреть Лишний раз Сейчас посмотрим По-моему Катовицы Они последний раз Вот они Первое место Заняли Да Это именно так и было Да И боролись Они как раз таки Вот Вежим 19 Тим Эмпайр Ханкис Фром Завод Вот эти наши ребята Их Ашфзи Мариачи Шушушхакон Саня Куэс И Кант Саня Куэс Играл на четверке Баланари В первой карте Соответственно Возможно Он сейчас четвертую позицию Тоже займет Поэтому Посмотрим А кто у нас четверка Здесь Кунг В данном случае Скорее всего Он Кеша Это Хакон Я таки угадала И Что мы еще не знаем Шадоу Шаман Шадоу Шаман Так Угу Вот Ну здесь более-менее Все понятно Вот у эффектов Мяуник знакомый Ну точно Знакомый ник Мяу Считаешь? Мне кажется Это просто Знаешь Случайный призвук Семейства кошачьих Ну смотри Шаман Это Шаман Скорее всего Afterlife Потом Вот да Мы занимаемся Какими интересными вещами Коман Сыграет на луне Вероятнее все Афоня Не проставил Свойник Я разгадаю Тон кто пойдет в центр Афоня Видимо Пойдет в центр На лайвстилле Без понятия Что они придумают Сейчас посмотрим Спасибо Мне вот интересно Сейчас Честно говоря Новые пинги Видно ли игрокам Что я сейчас Указал Нападать на Фонтан Силчмы Если да То это очень Рафляно Если вот так Отводить Нажимать Не на обычный Пинк А специально Брать На варт Указывать Что-то подобное Потому что В чате Теперь эта команда Видна И мне интересно Честно говоря Видят они это Или нет Если да То это очень Забавно Выглядит Ну ладно В любом случае То что Обсервер Поместил на Мид Мейден Ну вот Такой В принципе Идентичный ему Поставлен И Рейдинский Обсервер Кто поставил Первым Кто кого Обнаружил Знает ли Кунг О местоположении Вражеского Обсервера Неизвестно Возможно В смоук Оставили Хотя С другой стороны Если бы Ставили в смоук Наверное Выходили бы Куда-то Сюда Вот уже Здесь Ставили Ну Кунг Точно Ничего Не делал Ты видишь Куда Поместил Сентри Ну Скорее Всего Должны Сейчас Понимать Игроки Команды Эффект Что же Все-таки Творится На этой Карте Где Стоит Вижен Их Оппонентов И Сейчас Эффекты Между прочим Выходят На Нижнюю руну Очень даже Неплохо Вот так В четвером Стоят Готовятся Здесь Поймать Кого-нибудь На Ферстблат Но Прекрасно Также Понимают Все Это И Игроки Команды Ханки Сфором Завод Сбирают Ашаш Снова Две Руны Наверху Ну Две Руны На Две И Обе Руны Отдаются Соответственно По Мидерам И Это Все-таки Лунамид Для Эффектов Конечно Будет Помогать Мейден С другой Стороны И Там Есть Тандер Страйк Который Будет Весьма Неплохо Пробивать В начале Игры Аутер Девавра Но Мне кажется Это Тут Дерешит Причем Крипов Не застопили Почему-то Ханки Сфором Завод Вообще В целом Не определились Кто и куда Идет Насколько Я поняла Вот Луна Которая В миде Перемещается Времастер Постепенно На топ Почему Он не делает Туда ТП Видимо Потому что Пытается Предугадать Вражеские Ресвап Линии Уже Тогда Да Использовать Свит Да Ну Соткинг И Лайфстилер А Ты тоже Видишь Что у Лайфстилера Хвост Торчком Да Да Это Очень Странно Рейдж Слеб Прокачал Нажать Он Правда Не успел Из-за Контроля Его просто Затыкали Плюс Ко всему У шамана Тычка Семьдесят Четыре Все мы прекрасно знаем Что с руки он бьет Очень больно Вначале Это особенно Остро ощущается Поэтому Этот парень Забирает себе ФБ Ну Бывает Бывает Порадовался Лайфстилер Слишком сильно порадовался И В итоге Отправился В таверну Подожди-ка Еще Сэнд Кинг Здесь подловили Торренти У шамана Правда В кулдауне Сетка Плюс ему Кларити Сбили Ну да Уходит Спасается Абсолютно Спокойно Здесь Сэнд Кинг Все-таки Остается жив Вот на металлинии Все более-менее Интересно Здесь 4 крипа Добитых У Аутер Девавра В то время Как Луна добивает Из второй пачки Уже Восьмого крипа Ну Все за счет Того Что Все-таки Линия была пропушена Изначально В сторону Коллектива эффекта И вот сейчас Он дальше будет Продолжать пушиться Все-таки Есть 2 ранжевика И В принципе Мид Пока что Эффектами контролится Чуть лучше Здесь можно Но это явно сказать А ну вот внизу Все-таки Трипла стоит И Ластиллер здесь Ну это должно было Сложиться в треклу Рано или поздно Потому как Ластиллер один Не переживает Весь этот Контроль Можно все сделать грамотно Если Вы попадаете Да Если добирается шаман Если он дает сетку И нужно срочно сбить Далее не залетел торрент Можно было поражать Рейдж И как-то развернуть драку Но в целом Почему-то Ластиллера Пока что игнорируют С Ластиллером Ничего не инисилируют Хотя это пожалуй Единственный герой Который может Вот такой трепет Сопротивляться Это весьма-весьма странно Дезераптор преимущественно Стоит мид Идем рассчитывать Сыграть на Луну Луна Луны 2 в Расбенда Вот Здесь на верхней линии Но Ластиллера может уйти Кстати в лес Почему я? Так Ой-ой-ой Сонкинга все-таки Поцепили Получилось забрать Дальше Эскрест Еще и на Ластиллера Пытаются его Теперь уже пробить Но Слишком толстый Слишком толстый оказывается Опять же Через 3 секунды И не на что его было Подконтролить Да Все в куллдаун К сожалению Но таки опять же Очередной фраг С бот-линии Забирают себя Такими темпами Герокоптер очень быстро Вынесет себе Какие-то начальные артефакты Уже начнется в мидгейме Ну Весьма Сильно гонять Команды оппонентов Очередной раз Стоит миллера ловят Есть ракетка Есть торрент И просто разрывают его Что это такое? Так Эхо за просто Здесь Кормят Просто кормят Кормят герокоптера Кормят герокоптера Спасибо за донейшн Говорит он сейчас Лайвстилеру И продолжает стоять Эту линию Как ничего не бывало Да, два раза задонатили Лайвстилера Один раз задонатили Сэнд Кинга И мне почему-то кажется Что это еще не все Потому что Куда одевать Персонажей Ребята Что мы на пик Так, дальше На милл линии Есть попытка выхода На АШШШ Пытается пробивать Причем уже был Астрал Ну и приходится Да, получает забрать В любом случае Здесь никаким образом Не спастись было ОД Ну и телепортов Никаких не последовало От тиммейтов Видимо уже продали Видимо поняли Что действительно Здесь против троих Выстоять невозможно И пока что Мит выиграл То есть у АСС Вообще не было Никаких ресурсов У него было ТП Но даже если бы он Принесел Он остался Совершенно без маны Кунка как-то Не среагировал Ну и еще На миде Очень вовремя Оказался Сэнд Кинг Там мог еще Как-то поманить В лесах ОД Могу выжить Плюс у него куча стиков Ему просто не дали Ничего нажать Поскольку Сэнд Кинг Очень вовремя Вот Кингер Переместился Он пытался Выпулить крипов С линии Забрать их Что делают обычно В начале игры На выходе крипов Вот Но он сделался Чуть позже И потом еще Переместился Так внизу Очередной выход На Астилера Есть ракетка Был уже торрент В этот раз Упевает прожать рейдж Спасается Да Не доконтролили Самую малость Наверное Можно было Там каким-то образом Его убить Ну Шидоу Шаман С другой стороны Только лишь первые Первая связка Вот после того Как появится Вторая связка Там вообще Можно будет скомбинировать Так что И Стан Этого Астилера Не выпустят И ракетку Он В любом случае Поймается Причем там Дэмэжи будет Весьма немало От самой ракетки В конце концов Ее игроку промаксит Попробовать рассчитать Да То что максимальный дэмэж Который может получить С ракеты Это 175 Посвященное расстояние И так далее Почему бы не замаксить Ракет в рейдж Волод вопрос Для тебя все равно Персонаж выдерживает В сетке У тебя даже есть Довольно таки много времени Чтобы занять необходимую позицию Дабы Этот дэмэж Не распределился Вот сейчас будут дайвить Судя по всему Тавр Очень шамал Он что-то хочет Есть торрент Но пытаются пробить Уже гирокоптер А гирокоптер просто Разлетается в этой ситуации Отправляет ее в таверну Но зацепить безусловно нечем Стянуло слишком много персонажей Там И брюмастер пришел И салфинг Да Четыре героя На нижней линии В это время Позволяет умни на это Просто абсолютно Спокойно фармить вверх Это конечно небольшой плюс Это очень странный мув Непонятно мне Совершенно действие Гирокоптера здесь Шанс убить лосси Эра никакого не было Опять же Он попытался подмаксить Ракету Которую он запускает Эластелия просто Бежит Ловит ее Пока он в рейже находится Он не дожидается Да Получает ракет бараж Получает также еще ракет В лицо Последняя точка От гирокоптера Ну вот Вроде как все И отыграл Гирокоптер Вся своя смерть Мне кажется Теперь уже практически Без какого-либо Смысла для коллектива Эффект Баустрайк И еще раз Работают по кунке Ракета запущена Запущена Кстати в дизраптор Дизраптор Очень опасна Ничего страшного Выживает Это все Вторая ракета Выживает точно так же И кунка И тоже перемещается Об геройный шрайн Ну и в общем-то Не особо продуктивным Получилось путешествие Беремастера На самом-то деле А в это время Умни Найт фармит Умни Найт потихонечку Выносит из себя артефакты Очень скоро у него Может появиться Форс Тафф Такими темпами И придется не сладко Команде эффектов Как-никак Аутер Девавр Вместе с Умни Найт Как ты уже говорил Очень сильная комбинация Причем Насколько я помню А может быть не говорил Я думал что На стадии пика Ты все-таки должна была Подобно сказать Я кстати не говорила Совершенно забыла Это опять же Древняя сутка героев Разультилась в Луна Все бимы пока что Разлетаются по крипам Но Один бим таки достался Именно от Д Он отправляется в таверну Слишком поздно Делает ТП хаком Пытается От Диджинауры Второй подзамедлить Дезраптор Дезраптор ставит Очень хороших кентик В свою очередь Луна Помогает бимам Немного не успел Конечно Умни ХТПшка Если бы он делал ее раньше Он мог вполне успеть Повесить репел И остался бы жив до здоров Получилось так Как получилось И в общем-то Эта дабла Луна Дезраптор Мне она что-то напоминает И не знаю Мне кажется Где-то я это уже видела То есть это Это что-то рабочее Это даже похоже На стратегию И по сути Вот представь себе Какой герой Против такой даблы Сможет спокойно стоять Тебя возвращают Тебя постоянно Харасит фандерстрайками Ну смотрим На боте Пока Сент Кинг Подкоп хороший Подвоим Правда летит От него уже ракетка Но сюда Лайстиллер подходит Начинает верзаться В Шидоу Шамана Получает Правда В лицо Шейклсы И Дальше Шидоу Шаман Наверняка будет умирать От Лайстиллера Ну а Мариач Нужно уйти Здесь уже под Праймон Сплитом Все-таки Брюмастер Но наверное Его отсюда не отпустят Да Праймон Сплита Дэм же хватает Для того чтобы Герокоптера пробить Правда сейчас решили Переключиться Ты посмотри И пытается На Маспиде уйти Но Прилетает Бимит Луны В итоге Только лишь праймон В итоге он дарит Кинус при Луне Что Является На самом деле Ошибкой Уждался бы Трем персонажем А так Луна Стояла Стояла себе Била крипов Мирно Спокойно Тут еще фраг